Здравствуйте, в студии Валерий Санфиров. И наш сегодняшний гость, наш хороший гость, накануне праздников, Альбина Валерьевна Симонова, доктор медицинских наук, профессор-иммунолог, профессор Маньки, Альбина Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я не случайно сказал, что праздничная тема, это не значит, что мы будем обсуждать праздники. Мы будем говорить о том, какие, может быть, даже, не знаю, как лучше сказать, Альбина Валерьевна, проблема можно избежать в празднике, или чтобы не было проблем в празднике? Профилактика проблем. Профилактика. Чтобы у нас действительно не было проблем. Итак, что нужно делать для профилактики? Понятно. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я поздравляю всех с наступающими праздниками. Праздник 1 мая, 9 мая — это великие праздники. И, конечно, со Светлой Седмицей, с Воскресением Христовым. Поэтому у нас с вами радостное настроение. И нужно обратить внимание на то, чтобы праздники не привели к проблемам с здоровьем, с желудочно-кишечным трактом. И я хотела рассказать вам кратко о профилактике. Значит, первое. Обычно праздничный стол — это обилие, разнообразие. Поэтому мы имеем в виду, что важно использовать пищеварительные ферменты. Какие? Эрмиталь, креон, если есть мизим, фистал. То есть мы профилактируем избыточный рост бактерий. Потому что если много скушали, то бактерии не дремлют. Они тоже будут активно размножаться. И это нам совершенно нежелательно с вами. Поэтому принимаем обязательно, когда бывает обильный стол, принимаем пищеварительные ферменты. Улучшаем отток желчи. Мы знаем, что у нас есть хофитол, расторопша. Пьем во время употребления различных блюд минеральные воды, чистую воду желательно. Значит, конечно, ограничиваем сладости, потому что торты, пирожные и так далее. Постараемся не переедать. Это, конечно, очень трудно за праздничным столом, но постараемся. Значит, у нас есть в резерве с вами ферменты. Алкоголь. Ну, конечно, алкоголь, особенно хороший алкоголь, хорошие вина, белые, красные — это тоже, так сказать, традиционное украшение любого праздничного стола. Значит, если есть такая склонность к избыточному употреблению алкоголя, то у нас в резерве с вами есть ферменты. Например, тот же активированный уголёк, тот же энтеросгель, застарин ультра. Значит, они помогают убрать избыточный алкоголь, избыточное вот такое токсическое действие на печень. И таким образом мы с вами профилактируем вот эти побочные эффекты синдрома похмелия и так далее. На следующий день. Вот мы с вами отметили праздники. Значит, постараемся сделать разгрузочный день. Очень полезны растительные адаптогены, которые улучшают общие резервы организма. Какие? Это наш замечательный препарат берёзового мира, фирмы Берёзового мира. Я о нём постоянно рассказываю вам. Это бетулин из берестой берёзы. Он обладает широким спектром действия и детоксикационную функцию оказывает, улучшает работу мозга и противовирусное, антибактериальное действие. Его название – ВИР-БЕ-ТО. Так что вот такие лёгкие мероприятия позволят нам благополучно провести праздники и остаться здоровыми и активными. — Альвина Валерьевна, тут очень важный момент. Вот смотрите, праздники, они же не один день проходят. У нас две короткие недели рабочие, соответственно, это несколько дней подряд. Вот поэтому есть ли такой эффект накопительный, скажем так? Например, начать подготовку к праздникам за 2-3 дня, то есть уже что-то можно съесть, и это будет облегчение какое-то будет, если будет злоупотребление. — Замечательно. — Или же нет? — Правильно вы говорите. Перед тем, как, например, предстоят нам вот эти праздничные обильные столы, вот эти, так сказать, чаепития, винопития и так далее, перед этим желательно, конечно, провести разгрузочные дни. Вот как у нас обычно бывает длительный пост, а потом люди пускаются, так сказать, во все проблемы пищеварительные, когда много употребляют, но всё равно, значит, петь, то есть, короче говоря, перед праздниками желательно лёгкая диета, лёгкие такие дни, чтобы помочь желудочно-кишечному тракту восстановиться и быть более активным, и помогать ферментами и сорбентами. Следующие дни, да, несколько дней, но помним, всё-таки воспитываем волю и характер, не, так сказать, не пускаемся, как говорят, во все тяжкие, то есть не перегружаем очень сильно, там, несколько дней шашлыки тяжёлые и так далее. Помним, что, например, всё жареное, всё такое, то, что дымится, это, в общем-то, ну, простите, то, что порчу немножко настроение, это, в общем-то, канцерогенные компоненты, поэтому мы ограничиваем всё, стараемся делать в разумных пределах. Хорошо. Вот ещё важный момент, это употребление воды, там, да, воду во время, опять же, праздничных дней, лучше её до или после, вот это тоже многие споры идут. Конечно, да, тут споры уже как бы решены, эти вопросы решены, то есть во время еды мы, конечно, по правилам, когда у нас идёт, так сказать, например, обед праздничный или ужин праздничный, значит, количество воды должно быть небольшим, то есть считается, что 100-150 мл – это достаточно, именно в непосредственный приём пищи. Почему? Потому что у нас, собственно говоря, разжижается желудочный сок, ферменты, и у нас у меня ухудшается пищеварение. Но я уже рассказывала об этом неоднократно, о том, что есть такой секрет, например, людей, итальянцев, греков, они очень поздно иногда кушают, и у них великолепное пищеварение, и всё, так сказать, усваивается, и нет сердечно-сосудистых заболеваний в большом количестве, так как, например, в нашей стране. Почему? У них очень хорошие вина, а вина способствуют перевариванию. Но, опять же, количество вин. Поэтому вот, например, в программах активного долголития… У меня вина на употребление. Да, да, количество, например, тоже имеет большое значение, потому что приходят у меня пациенты и говорят, вы знаете, я бутылочку за вечер выпиваю. Ну, это, конечно, большой объём. Вот эксперты по активному долголитию считают, что, ну, расстрою, опять же, не более 100 мл. Конечно, в праздничный стол… В день. Да, 100 мл в день хорошего вина красного-белого – это, так сказать, оптимум для улучшения обменных процессов, потому что там и антиоксиданты, и противовоспалительные факторы. Это действительно и переваривание лучше осуществляется. Поэтому, ну, опять же, контролируем себя, не теряем контроль над собой. Значит, всё в умеренных количествах. Вот это главная задача. А двигаться нужно? Как нужно двигаться? Это просто… Я имею в виду, когда употребляют после употребления. Да, это просто счастье, что вы задали этот вопрос, потому что считается вообще из древних времён движение – это один из самых главных факторов не только активного долголетия, но и любого вообще, любого дня нашей жизни. Потому что мы вообще-то созданы для движения, для активности, а мы с вами за компьютером, принимаем пациентов, работаем в студии и так далее. Поэтому движение обязательно. Если есть такая возможность, она должна быть… Например, посидели за столом, погуляли, пошли, так сказать, в лес, например, в какую-то рощицу, которая рядом с дачей и так далее. И, безусловно, активно там какие-то хороводы посмеялись, потанцевали. То есть, конечно, движение – это то самое чудо, про которое мы забываем. Каждый день, каждый день, не менее 30-40 минут, значит, активно двигаемся. Недаром молодёжь у нас, вот такая продвинутая молодёжь, фитнес, спортивный, гимнастика – молодцы. В этом смысле, смотрю, с бутылочкой водичкой иногда на приём приходят. То есть, умницы, они уже знают вот эти секреты активного долголетия. Альбина Валерьевна, ещё такой момент, что вот когда мы говорим вот как раз о праздниках, они, к сожалению, совпадают с ещё одной проблемой, вот летней, да, весенней проблемой, вернее, это аллергия. То есть, если выехать на природу, то, конечно, помимо того, что переедание, ещё проблема в том, что можно надышаться, например, пыльцы или, там, не знаю, там ещё цветение чего-то началось. Правильно, это тоже очень важный вопрос. Замечательно, что вы его подняли. Действительно, сейчас у нас полинозы, аллергии к ранее цветущим деревьям, травам, берёзы, прежде всего, ольхи. Что мы делаем? Все аллергики прекрасно знают, что есть традиционные методы лечения. Это противоаллергические капельки в нос. Например, тот же аллергодил, тот же виброцил. Значит, у нас есть антигистаминные препараты, обязательно их используем. Значит, даже если, например, пациенты с полинозом или просто пациенты к пищевой аллергии есть, то во время, кстати, праздников тоже очень полезно принять антигистаминные препараты. Один-два дня. Значит, это современного поколения препараты последнего, там, типа Эриус, Зодок, там, Аллегра и так далее. Ну, не дай бог, случилась обструкция, затруднённое дыхание. Значит, обычные бронхорасширяющие препараты, мы их с вами тоже знаем, например. Значит, дальше фильтры. Есть такие суперплюс-фильтры в квартире мы ставим, есть фильтрики, которые можно поставить в носик. Есть магазин, аллергодом, доктораль. Там это огромное количество всех этих дополнительных приборов, которые помогают при аллергии. Значит, есть у нас очень хороший препарат, реглисам из солодочки. Тоже начинаем его в сезон полинозов принимать. 25 миллиграмм – это маленькая дозировочка детская, взрослым надо такую дозу принимать. Два раза в день. Что делает реглисам? Он действует, он гормоноподобным действием обладает. Противоаллергическим, противоотечным. И мягкий такой препарат, он продается в аптеках. Препарат резервы – это сингуляр. Мантелукаст, тоже маленькую дозу, 4-5 миллиграмм – это такая запасная доза для детской дозы. Она снижает общий аллергический фон. Но самое интересное то, что финская школа иммунологов-аллергологов смогла снизить по всей стране количество, частоту и тяжесть полинозов в 4 раза. Каким же образом это удалось сделать? Они знают такой секрет, что толерантность, неотвечаемость к аллергенам формируется в кишечнике. И поэтому, восстанавливая функцию кишечника, каким образом? Работая с микробиоцинозом, то есть убирая избыточный рост микробов. Каким образом? Бифидум лактобактерий. Наши любимые фирмы Аван. Бифидум, флоринфорт и гипофор. Почему мы их любим? Потому что они назначаются деткам с рождения. И они фармакологические препараты, то есть очень качественные препараты. Бифидум лактобактерий. Они являются конкурентами патогенным микроорганизмам. С другой стороны, отток желчи. Желчь – это природный антисептик. Она защелачивает организм. А щелочная среда обладает противоаллергическим, оказывает противоаллергическое действие, противовоспалительное действие. Какие это препараты? Это наши расторопшие, это биоактивные вещества различные, которые дают отток желчи. И они таким образом, хофитол, например, и, конечно, минеральные воды щелочные, защелачивание организма. И в эти периоды, когда у нас полинозы, рекомендуется, конечно, диета в целом, безлактозная. Потому что лактоза, сахар молока, является очень сильным аллергеном. У 100% лиц, в большей или меньшей степени. Без глютена, то есть белый хлеб убираем. Без яиц, особенно белок яйца, меньше красного мяса, кофе, шоколад, то есть классические аллергены убираем в этот период. И аллергия будет протекать очень легко. Мой опыт работы, и, конечно, послёного ещё вот хотела отметить. Это картофель нечасто употребляем. Помидоры, например, тоже относятся к группе послёного, к сожалению. Но вот такая особенность у помидор. Они вызывают такую скрытую аллергическую воспалительную реакцию. Поэтому вот этот комплекс, который использует финская школа иммунологов, мы уже, к счастью, используем уже её более 15 лет, она даёт очень хорошие результаты. Даже пациенты с тяжелейшей астмой на фоне полиноза, например, усиливается проявление астматическое, позволяет нам снизить количество препаратов, чистоту и тяжесть проявления вот обструктивных таких синдромов и самого полиноза. Поэтому вот такой комплекс традиционного лечения и коррекции питания, микробиоциноза, оттока желчи, защелачивания даёт замечательные результаты. — Альбина Валерьевна, я не случайно спросил по поводу праздников аллергии, потому что вот если аллергическая ситуация, то лучше... — И вы сказали о том, что вот надо ограничить какие-то виды еды, там мяса, например, красного. В таком случае в эти дни, если началась аллергия, лучше не праздновать? — Ну, во-первых, что значит не праздновать? Ну, за праздничным... Я, например, сижу за праздничным столом, например, на кафедре у нас или где-то мы собираемся, но у меня есть свои особенности. — Ну, если вот острая форма аллергии... — Естественно, у меня есть свои продукты. Ты просто садишься, и никто абсолютно... Сейчас все умные люди интеллигентные, никто никаких претензий не предъявляет и не говорит, что вы какие-то особенные. У каждого есть свои особенности. У кого-то эрозивный гастрит, у кого-то язва желудка, у кого-то поленос. И каждый имеет свои особенности, поэтому никого насильно заставлять не надо. У нас уже культура высокая в обществе. — И тоже зарубежные препараты. У нас есть, вот скажем так, если у нас, ну, так получилось, да, что не будет импортных препаратов, ну, хотя нам обещают, что все это будет, у нас наша медицина достаточно может обеспечить то, что нам вот нужно для того, чтобы не болеть? — Замечательные слова, тем более в праздничные дни мне как раз хочется сказать хорошие слова о наших биотехнологах. У нас действительно совершенно потрясающий интеллект в медицинской сфере. У нас замечательные разработки. И вот в том аспекте, в котором я сейчас с вами говорю о профилактике, реабилитации, у нас есть уникальные технологии, которым позавидуют любые ученые, любые медики мира. Вот моя любовь в течение 20 лет. Это наши замечательные элитесты. Я их называю иммунные карты здоровья. Они разработаны моим другом, профессором Александром Борисовичем Политаевым. Это, я считаю, не просто талантливый, а гениальный ученый, который первый в мире и единственный в мире разработал технологии, которые позволяют определять новое звено иммунитета. Это звено называется физиологический аутоиммунитет. То есть 30% всех клеток иммунных, клетчаного иммунитета и всех антител и врожденного иммунитета отвечают за защиту органов, а не борьбу с бактериями, вирусами, с как бы чужеродными агентами. И вот Александр Борисович создал эту систему уникальную 30 лет назад. Я уже 20 лет использую ее на практике. Она работает не просто хорошо, а потрясающе. Она по нескольким капелькам крови позволяет оценивать состояние всех органов. Фактически это 16 органов, 6 маркеров системного воспаления. Где проблема? И вот я сейчас фактически являюсь научным консультантом 6 диссертационных работ и постковид в неврологии. То есть оказалось, что у пациентов с постковидным синдромом, у тех, у которых туман в голове, снижена психоэмоциональная деятельность, у них у 100% лиц резко нарушено состояние антител к структурам мозга. То есть у них идет воспалительный процесс в разных отделах мозговых мозга, центральной, периферической, в оболочках нервов и так далее. И вот мы сейчас проанализировали 25 пациентов. Это вообще уникальная совершенно работа. То есть мы сейчас с помощью вот этого теста имеем объективные критерии, как работают наши методы лечения и реабилитации. У нас есть тонкий маркер. Никаким другим методом мы определить это не можем. А у нас есть этот маркер. И мы научились уже коррегировать эти состояния. Это диссерционная работа, несколько патентов. Мы фактически вот такую прорывную технологию нашу используем и в других вот пяти наших диссерционных работах. И, конечно, используем их 20 лет на практике. Потому что, например, выявилось при любых заболеваниях, при любых фактических заболеваниях, у 100% лиц отмечается нарушение антитела, повышается к тонкому или толстому кишечнику, к антигенам печени, к антигенам поджелудочной железы. То есть мы видим, почему мы говорим с вами обязательно о значении микробиоты, питания. Потому что именно объективно видим, что там воспаление, там проблемы. Иммунная система бушует, она показывает, помогай, помогай. И вот эти или тесты, они у нас через два месяца правильной коррекции, пациент приходит фактически в норму. И состояние нормализуется, и мы фактически получаем человека в полной ремиссии при тяжелейших подчас клинических проявлениях заболевания, различных причем. НРС, вот, например, детки, 40% детей у нас имеют недержание мочи. Вот мы сейчас используем фактически вот эти же подходы. Оценка микробиоты в моче, в кишечнике, носоглотка страдает. Пациенты, например, с реактивными или какими-то инфекционными полиартритами, болят суставы, байкосная система поражена. То же самое в носоглотке инфекция с помощью второго метода нашего инновационного биотехнологического. Это хроматомаспектрометрия микробных маркеров. Разработал тоже наш отечественный ученый Георгий Андреевич Осипов. Нигде в мире не делается такой тест. 60 инфекционных агентов через два часа после поступления в лабораторию. Мы получаем результаты. И вот как раз вот эти два теста, они нам позволяют и выявлять вот эту нагрузку инфекционную, токсическую, уровень эндотоксинов. Повышается в носоглотке в 20 раз. Это все идет в мозговые структуры. Более в 100, в 200, в 300 раз в кишечнике. Все это идет в кровь. И в органы мишени, которые мы видим с помощью элитестов. И вот эти два замечательных метода, две эти потрясающие биотехнологии, уникальные, разработанные в России, они позволяют нам делать просто чудеса, я бы сказала. Сложнейшие клинические случаи позволяют приводить в состояние ремиссии. Например, мигрени тоже самое великолепно уходит. Но что здесь требуется? Здесь требуется, как говорят, за рубежом комплоентность. То есть нужно обязательно пациенту участвовать в проблеме или нашему населению участвовать в этой проблеме, восстановлении своего здоровья. Требуется воля и характер. Соблюдать диету, работать с режимом питания, режимом сна и отдыха. Потому что мы знаем, омоложение идет в какой период? 21, 22, 23 часа надо ложиться спать. Нарушаем. Да, нарушаем. Сегодня нарушили. Завтра опять вспоминаем и опять волю характер включаем. Значит, опять же откат и снова вперед, снова в бой. За свое здоровье, за свой, так сказать, вот этот главный наш капитал здоровья. Поэтому то же самое режим питания. Очень трудно, очень трудно. Я по себе это знаю. Например, поздно вечером не кушать. Но это, к сожалению, биоритмная работа наших органов. Поэтому мы с вами и вот эти наши или тесты, иммунная карта, карта микробиоты, хроматомаспекции, они нам позволяют выявлять вот эти особенности и под контролем их держать. Два месяца всего требуется для того, чтобы это восстановить. Мы, например, сейчас гордимся тем, что закончили проект такой. Это был грант президента России, Национальной ассоциации заслуженных врачей, наставников. Мы сделали замечательную программу профилактика и реабилитации ОРВИ, гриппа, коронавирусная инфекция. Значит, что позволяет эта программа? Она сделана как пособие для врачей и рекомендации для населения. То есть она позволяет нам в виде книжечки, в электронном виде и врачу знать, что делать, и пациенту, что делать, и нашему, собственно, дорогому населению. Причем это не только для ковида важно, но и в любой сезон. ОРВИ, гриппа и так далее. А эти сезоны, они были, есть и будут. Поэтому не надо их бояться, не надо их пугаться. Значит, нужно санировать носоглоточку, держать диету, питание, использовать эфирные масла, как мы с вами говорили, входные ворота инфекции. Обязательно восстанавливать функцию легких, если она нарушена. Тот же исландский мох, тоже гимнастику, мы даем там лучшие программы гимнастики, дыхательные упражнения, которые уже разработаны, утверждены нашими экспертами. По физиотерапии процедуры рассказываем, какие эффективны. Поэтому, пожалуйста, кому интересно, можно обращаться к нам по... И мы разошлем вам эти программы. Значит, 8-929-999-3310, мы есть в ВКонтакте, в Телеграме, в Ватсапе. И по электронной почте перешлем вам наши замечательные программы. И мои два любимых, действительно, два любимых предприятия, которые делают замечательные продукты. Это вот пробиотики фирмы Аван. Еще раз повторю, почему они замечательные. Потому что, во-первых, они лекарственные, то есть они очень хорошо изучены. Они очень нежные, мягкие, и главное, деткам с рождения, с первого дня жизни. Значит, бетулин – это активное вещество, которое выделено из бересты березы. Оно никакого отношения не имеет к аллергии, и может использоваться даже пациентам, у которых есть аллергия к пыльце березы. Если есть какое-то смущение у человека, психологическое неприятие, ну, конечно, не надо его применять. Но в целом я хочу сказать, это мой любимый, я его называю растительный адаптоген. Так, с юмором, называю его препарат возрождения нации. Потому что, действительно, вот этот бетулин – это уникальная субстанция, которая обладает широким спектром действия. Она и противовирусная, и антибактериальная, и детоксикация улучшает функцию печени. Например, исследования были проведены и при гриппе, и при ОРВИ. И очень серьезные исследования, хотя это вроде как биоактивные вещества на данном этапе, но исследования такие, которым позавидуют даже фармпрепараты. Значит, и, конечно, бетулин сейчас целый бум в связи с ковидом возник, потому что оказалось, что он является также как базисом при приготовлении и изготовлении вакцин. Бетулин оказывает прямое противовирусное действие на коронавирус разных, причем, вариантов коронавируса и SARS-CoV-2, и других. Значит, короче говоря, это вообще российское чудо, даже ноотропный эффект улучшения мозговой деятельности. Поэтому мы его используем как базис, вот как айсберг. Есть верхушечка айсберга, мы там назначаем какие-то препараты симптоматические, снимающие острое состояние. А есть базис под водой, вот этот айсберг, это вот наш как раз знаменитый бетулин. Они, кстати, сделали, березовый мир производители, сделали несколько на основе бетулина, несколько лекарственных препаратов. Вот первый вербитол, это чистый бетулин в большой концентрации. Мы его используем, вот я, например, его использую в напряженные дни. ОРВИ начинается, стрессы, психическая нагрузка предстоит. Или ты пришел вечером домой после, обязательно принять 2-3 капсулы. Значит, абсолютно не повышает ни давление, никаких таких побочных непосредственных действий на общее состояние нет. Такой же сон абсолютно хороший. Он накапливается или... Нет, у него, к сожалению... Или он реагирует сразу? Нет, он реагирует очень быстро, сразу. То есть, вот, например, ты пришел уставший, на тебя начихали, накашляли, общественное там место какое-то было. Ты чувствуешь, у тебя вроде как голова, вроде как пред ОРВИ состояние. Выпил вербитол, запил, например, там, клюквенным морсиком, который витамин С, тоже противовирусным действием, водичкой запил, лег спать, утром здоров. Это все уже вот Альбин Валерьевна проверено, все семейство, мои многочисленные пациенты, которых там уже десятки тысяч. Все это с восторгом рассказывают об этом замечательном эффекте. Значит, есть еще великолепный, например, препарат, который называется бетулин, соединенный с расторопшей. То есть, пожалуйста, там тебе еще и отток желчи. То есть, одновременно два в одном. Есть еще замечательный препарат, тот же бетулин, соединенный с исландским мхом. Это еще откашливающий, я его даю как реабилитационный, после перенесенных пневмоний и так далее. Исландский мох – это чудо в реабилитационных программах после бронхитов, после пневмоний и так далее, вот, легочных патологий. Поэтому вот такая замечательная у нас плеяда наших биотехнологов, наши элитесты, наши хроматомаспектрометрии, вербитол, аван. Поэтому их очень много. Это все российские производители. Это все российские производители, которые наша гордость и база. Вопросов достаточно, у нас времени мало, вопросов от слушателей в том числе много. Если позволить, там немножко так, в короткой форме отвечать, потому что, чтобы успеть много... Смотрите, вот сейчас, слава тебе Господи, закончилась у нас практически ковидная волна, что достаточно мало регистрируется в случае с заболеванием ковидом, и все это протекает в легкой форме. Но, тем не менее, вот сейчас нужно как-то для профилактики что-то делать? Или из того, что вы говорили? Конечно, обязательно. У нас всегда есть люди, которые чихают, кашляют, у которых урви. Гриб ты ешь, например, в маршрутке сидит, человек чихает. Значит, что надо? Промывать носик морской водичкой. Одна-треть чайной ложки морской соли на стакан воды. Альбин Валяйин сегодня это сделала, промыла носик. Значит, если аллергии нет, крылья носа обязательно сосна, пихта, кедр. Если аллергия есть, реглисам, крем. То есть носовые ходы обрабатываем. Обязательно. Приходим с улицы домой, значит, у нас детки в доме. Значит, одежду поменяли, на лоджию скинули, если есть возможность. Значит, промыли носик, горлышко, подходим к ребенку. Потому что даже один поцелуй передает 80 миллионов микробов. Один поцелуй. Вот мы обнялись, потому что у нас сейчас, видите, так сказать, дистанционное, так сказать, приветствие. И это, кстати, может быть и правильно. Значит, поэтому вот таким образом, значит, санируем носоглуточку, легкий ужин. Понятно, поцеловался, пошел носик, промыл, как вы говорите, пошел дальше. Мы продолжим. Альбина Валерьевна, вот смотрите, вторая тема, которая остается немного, тоже достаточно присутствует эта тема, это нервное такое состояние, потому что сначала была пандемия, сейчас такой тяжелый, достаточно санкционный фон. Люди, конечно же, переживают, нервничают. Вот что вы тоже посоветовали бы? Ну, во-первых, у нас есть с вами самые простые, доступные, копеечные... Заедать стоит или нет? Нет, копеечные, копеечные препараты. Валерьяна пустырник. Значит, в таблетках, их там большое количество употребляют, 3-4 таблетки, можно 6 даже выпить, сладенькие, вкусненькие. Значит, это первое. Второе, обязательно магний. Устал, переутомился, нервы на пределе, магний 200 мг, не 100 мг, а 200 мг. Цитрат магния, магний В6, магний рот и так далее. Значит, у нас есть с вами, ну, в крайнем случае, ну, адаптол выпили. У нас есть препараты, это уже лекарственные препараты, или, например, ну, не буду больше называть фармпрепараты, потому что это, в общем, не принято, да, такие, тем более, психотропные препараты. То есть, у нас есть фитоседативный пион, валерьяна, пустырник. Их можно, кстати, и в настоечке применять. Это где-то 1-2 чайных ложки на полстакана кипятка. Да, выпаривается спирт, и мы употребляем, значит, магний 200 мг и, ну, в крайнем случае, используем адаптол. Так что вот таким образом восстанавливаем свой психоэмоциональный фон. А из укрепляющей психики у нас сейчас, кстати, появился очень хороший препарат, и они гарантируют, что там большая концентрация, его 100 мг, это Q10. Это фирма, как она у нас называется, Эвалар. Фирма Эвалар – это большая концентрация, они раньше не указывали, не гарантировали. А 100 мг – это отличная, отличная доза коэнзима Q10. Поэтому 100 мг два раза в день Нобелевская премия из него получена, поэтому наши российские производители используем в сезоны напряжения психоэмоционального и так далее. Здравствуйте, у микрофона Павел Анисимов. В этом часе большой разговор о ситуации на рынках нефти и газа. И с нами гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансового университета при правительстве России Константин Симонов. Константин Васильевич, здравствуйте. Добрый день. Да, начнем вот с газовой карусели, которая сейчас в Европе достаточно активно раскрутилась. И похоже, что вырисовывается новая схема газового рынка в Европе. Вот она проявляется все более отчетливо. Это и то, что промышленно развитые страны, в первую очередь Германия, для которых газ важен как средство сохранения национальной экономики. Вот они продолжают покупать российский газ, ну и даже зарабатывают на его перепродаже другим странам. Вот остальные страны Европы ищут сейчас альтернативные источники из Норвегии, сжиженный природный газ из США, ну и добивая нужные объемы реверсными поставками. Так ли это? Правильно ли я описал картину? Ну, с одной стороны, да. Но с другой стороны, надо исходить из того, что идея сократить поставки российского газа, вот в моменте, особенно если мы говорим про 2022 и 2023 год, она слабо реализуема. И даже Европейская комиссия, которая несколько недель назад написала такой фантазийный доклад, как избавиться от российского газа, даже она, собрав там все какие-то малореалистичные желания, наскребла 101,5 миллиард кубометров газа, при том, что в прошлом году наши поставки были почти 150 миллиардов. То есть даже Европейская комиссия признает, что в текущем сезоне отказаться от российского газа нельзя. Это при том, что в эти 100 миллиардов там вошло и сокращение потребления гигантское, и сжиженный газ в размере 50 миллиардов кубов, которого просто физически нет на рынке, потому что все проекты новые, они счетные, и специалисты в отрасли прекрасно знают, какой объем дополнительного газа будет произведен. Я молчу там про то, что есть другие регионы, которые претендуют на этот газ, зачастую этот газ уже законтрактован, но просто физически этого газа не хватит. И поэтому, конечно, и возникает ситуация, когда с одной стороны есть такие гордые заявления, что мы не будем платить за газ по российской схеме, а с другой стороны, есть заявления другие, что мы будем платить за газ в рублях, они либо публичны, как в случае с Венгрией и Австрией, которые не стесняются на политическом уровне заявить, что их эта схема устраивает. Есть менее звучные, но тоже истории, когда компании не делают политических заявлений, ну, чтобы не привлечь просто внимания к этому, ну, открывая счета в Газпромбанке, за этим бдительно, кстати, следят американские СМИ, вот, и тут же, значит, на ленту это ставят. Ага, мы обнаружили, вот еще одна компания открыла счета, давайте подвергать ее обструкции. И, ну, дело доходит, вот о чем вы сказали, это тема действительно того, что Польша, скажем, отказавшись покупать российский газ, резко нарастила реверс газа из Германии. Но, например, в случае с Болгарией, там сложнее ситуация, не совсем понятно, откуда они собираются реверсный газ брать. И буквально на днях уже была встреча представителей ассоциации болгарских производителей с руководством правительства, где они просто открыто призвали вернуться к закупкам российского газа, иначе быть большой беде. Вот, когда вы говорите про, опять же, переупаковку этого рынка, тут все-таки сложнее, потому что Польша сейчас берет газ по реверсу немецкому, но еще с Германией-то вопрос до конца не решен, как будет происходить переход. Конечно, Германия крупнейший потребитель российского газа, и, конечно, бизнес категорически настаивает на том, чтобы экономического самоубийства крупнейшей экономики Европы не было совершено. Но, что будет в действительности, посмотрим. Конечно, в идеале, понимаете, вот, собственно, для этого, чтобы стать европейским хабом, перепродавать газ, стать крупным логистическим центром, с тех пор стоит заполненный газом, что европейский немецкий регулятор, немецкое агентство сетевое так и не выдал разрешение еще до, как мы помним, да, заморозив эту историю, еще до 24 февраля все это началось. То есть, в этом плане есть очевидные экономические аргументы, а есть политическая вот эта история, которая заставляет тоже Германию принимать абсолютно нерациональные решения. Но, еще раз говорю, вопрос, конечно, остается, как Европа собирается проходить ближайший-ближайший зимний сезон, потому что, вот, Польша, например, она думает, что она хитрее всех, она сейчас заканчивает строительство газопровода из Норвегии, у нее есть СПГ-терминал в Свиноустье, но эти объемы не позволят полностью заменить российские поставки. Это раз, во-вторых, норвежский газ. Норвегия, конечно, обещала на этой неделе нарастить добычу, но, опять же, все знают, что это малореалистично. Мощности не хватает. Ну, просто добычных, да, там, не хватает, прежде всего, ресурсной базы уже, и в этом плане, действительно, добычные мощности не справляются. Скорее всего, Норвегия даст максимум 1-3 миллиарда кубов дополнительно в этом году, и то надо сильно постараться. И, собственно, но при этом, опять же, да, когда Норвегия не способна растить добычу, а Польша запускает газопровод из Норвегии, понимаете, эта история очень простая, значит, Норвегия заберет, Польша заберет норвежский газ у кого-то из своих соседей, у той же Германии, например. Вот, так что тут это же как общий такой бассейн, куда разными путями наполняется из разных ручейков. Вот, как, например, аналогичная ситуация, скажем, с Италией, которой премьер Драги тоже гордо заявлял, что мы не будем по новой схеме платить, хотя компания Энни уже, по сообщению Bloomberg, счета открыла. А почему? 40% рынка контролирует Газпром, Драги заявляет, мы договорились там с Алжиром, действительно договорились, но объемов не хватает. Но самое-то, опять же, с точки зрения Европы интересное в том, что Алжир почему дает Италии дополнительный газ? Потому что он его добудет дополнительно? Нет, ничего подобного, потому что у него возникает сейчас конфликт с соседями из Марокко. С Марокко, да. И будет в реверсе газ назад поставлять в Марокко. А Алжир говорит, нет, если вы это сделаете, мы вообще вас отключим. Так, собственно, когда Италия гордо говорит, что она нашла алжирский газ, она же не говорит, что она этот газ забрала из кармана Испании. Вот, то есть в целом для Европейского союза картина не улучшается, этого альтернативного газа нет. Но другое дело, что каждая страна, которая гордо говорит о том, что она уже нашла какой-то способ избавления от российского газа, ну, соответственно, она решает эти проблемы зачастую за счет своих соседей, как в случае с Италией, или как в случае с Польшей. И до конца она их не решит. До конца она их не решит. И, собственно, даже в той же ситуации с Польшей это довольно рискованный эксперимент. Конечно, да, Польша думает, что в крайнем случае она попросит у соседей этот дополнительный газ. Но пока Польша выступает в качестве, конечно, такого провокатора. Обратите внимание, первые заявления какие. Значит, Газпром нарушил контрактные обязательства. Мы подверглись газовому шантажу. Вся Европа должна проявить солидарность. Вот это ключевой тезис, на котором Польша настаивает. То есть, типа, мы отказались, то есть, понимаете, сами. То есть, сами отказались приобретать газ. Потом говорят, что мы сейчас будем испытывать трудности и замерзать. А дальше говорят, вы должны, европейцам остальным, вы должны замерзать из солидарности вместе с нами. Вот это, как бы, самый адекватный путь. Вот, и, ну, собственно, я даже молчу, кстати, про то, что, о чем, кстати, мало в России говорят. Когда Польша, например, говорит о том, что Газпром нарушил контракты. Ну, первый момент, во-первых, вы сами не оплатили газ. Начнем с этого. Но важно даже другое. Не так давно Польша арестовала имущество Газпрома, потому что Газпром является совладельцем газопровода, который идет из России через Белоруссию в Польшу и, соответственно, дальше в Германию. Газпром арестовал долю, ой, прошу прощения, Польша арестовала долю Газпрома в этой газотранспортной системе, запретила ему получать дивиденды, то есть просто занялась грабежом. И это она не считает нарушением контрактов, она не считает нарушением права. То есть просто взяли и арестовали активы. Ну, не только газпромовские активы, но и сегодня сообщение, что польское правительство обязало компанию Новотек передать государству принадлежащую ей газовую инфраструктуру. Тоже наложены Польшей санкции на Новотек, на жиженый природный газ поставки, естественно, приостановились. Там были проблемы, перебои в нескольких районах. Но вот сегодня польское правительство сказало, все, мы забираем и, в общем, делайте, что хотите. Вот это наше решение. Такая пиратская политика. Да, действительно был такой необычный сюжет, что поставки российского жиженного газа действительно привели к небольшому газовому голоду на незначительной территории Польши. Ну, абсолютно правильно, такое же решение. Но меня поражает, как люди, одни и те же люди, просто берут, арестовывают собственность в нарушении вообще там, даже не контрактов, а просто элементарных каких-то европейских норм. И это они считают абсолютно нормальным поведением. Но когда они сами не заплатили за газ и им перекрыли вентиль, они начинают вопить. Ну, как же так? Это же нарушение контрактов. И когда Европейская комиссия, например, публикует доклад, что в 2022 году надо отказаться от потребления 101,5 миллиардов кубометров российского газа, это нельзя сделать, грубо не нарушив контракты с «Газпром». Но она же, это как бы нормой считается. Ну, конечно, мы можем нарушать контракты. Это же, мы же говорим про наши действия против «Газпрома». Ну, с «Газпромом» какие там контракты, какое право? Да вы что? Это варвары, это российская компания, о нее мы можем вытирать ноги. Здесь право не действует. Но тут, ну как же, мы-то европейцы, вы против нас, как же вы могли? То есть это, конечно, поразительно. Вот такое уж совсем откровенное поведение, когда просто действительно берут, арестовывают активы, а потом говорят, ничего себе, мы вам не заплатили за газ, а вы нам отключили, это же нарушение. И тут же начинается, да, газовый шантаж, там ужас, ужас, ужас. Но, еще раз повторяю, в целом мы понимаем, что, конечно, Европейский Союз там давно бы уже все контракты аннулировал и разорвал бы их, потому что мы видим, какое отношение к собственному праву. Но вот эта невозможность пройти ближайший отопительный сезон без российского газа, она является, конечно, пока на данном этапе серьезным ограничивающим обстоятельством. Ну, а дальше будем смотреть. Да, ну и немцы, наверное, сейчас жалеют, что заблокировали второй северный поток, поскольку сейчас, в том числе, и на Польше наживаются. Я так понимаю, все равно некая наценка за реверс есть. То есть газ покупает Польша дороже, чем могла бы? Безусловно, но тут тоже все понятно. Если немцы покупают газ у Газкиома, а потом перепродают его Польше, естественно, они за эту операцию берут определенные деньги. Но так же Украина, абсолютно так же, когда она гордо заявляла, что она прекратила закупки российского газа, она брала так называемый словацкий газ. Естественно, словацкие трейдеры, которые брали российский же газ, перепродавали его с определенной наценкой. Но про экономику сейчас, понимаете, такое время странное. Европейский союз, который вроде как еще должен жить по каким-то капиталистическим законам, уже давно забыл. Мне кажется, что число людей, умеющих считать на калькуляторы в Брюсселе, оно как-то стремительно сокращается. Но все равно граждане-то, европейцы, все чаще и чаще напоминают своим правителям, что, ребята, все хорошо, но цены растут на все, на газ, на продовольствие, по всей линейке. Пора бы уже и прислушаться к нашим голодным и замерзающим телам. Ну, вы правы, такие сигналы, я думаю, и будут подаваться. Просто, наверное, не стоит ожидать, что там прямо сейчас в Европе начнется революция, как многие, мне кажется, у нас думают, что темпы, вот скорость принятия решений будет такой слишком быстрой. Тем более сейчас, конечно, европейские регуляторы очень рассчитывают на то, что сейчас весна и, собственно, традиционно период низкий с точки зрения сезонного потребления газа. Ну, понятно, коммунальный сектор сокращает потребление из-за тепла, вот. Но осень, осень вы не отмените, она наступит рано или поздно. И эта осень будет очень тяжелая, потому что нынешнюю зиму, на самом деле, Европейский Союз преодолел во многом за счет существовавших запасов. Там история была иная, там меньше было политики, но был ценовой фактор. Цены уже были вздуты, еще, как вы знаете, задолго до событий февральских, собственно, еще летом прошлого года. Но они с августа, по-моему, начали активно расти. С августа они начали расти, и в осень Европа вошла с совершенно дикими ценами. Но вместо того, чтобы признать, что эти цены – результат абсолютно ошибочной энергетической политики Европейского Союза, который сам, собственно, себе вырвал эту яму, естественно, во всем обвинили Россию. Ну, который решил, мы не будем покупать из России газ турбопроводный, мы будем на рынке все покупать, на краткосрочные контракты перешли. Ну, естественно, цены в споте скакнули. И скакнули как раз вот с лета прошлого года. Ну, если коротко говорить, в свое время Соединенные Штаты подсказали гениальную, в кавычках, идею европейцам. Типа, а что вы думаете, зачем эти долгосрочные контракты с русскими? Они вам не нужны. Вы переходите на спот, создавайте конкуренцию, стройте терминалы. У вас всегда будет избыток газа. И вы на рынке будете сами решать, чей газ покупать, чей не покупать. У вас всегда будет переизбыток и комфортная цена. Европейцы эту модель реализовывали, которую вначале, кстати, реализовали в Британии. И, собственно, британские эксперты всю эту модель имплементировали на европейском пространстве. Британия потом спокойно ушла из Европейского Союза, модель осталась. И вот, собственно, действительно на грабли этих иллюзий они наступили прошлой осенью, когда выяснилось, что газа на рынке не хватает, что цена вдруг дико пошла вверх. Они стали задавать вопросы, а как это так? Вроде как обещали, что конкуренция всегда будет способствовать низким ценам. Но развели руками, сказали, вот извините, газ ушел в Азию. Вот так бывает на рынке. Сейчас у вас газа нет. А все, цена ушла вперед. И российские контракты, газпромовские, они уже были переписаны под не нефтяную привязку, соответственно, а под спотовые цены. Так на этом сами европейцы настояли. А впервые в истории газ оказался дороже нефти. В пересчете по теплотворной способности газ стал стоить в 2-3 раза дороже нефти. И, естественно, все привело к тому, что и по долгосрочным газпромским контрактам цена ушла вверх. Кстати, об этом не надо забывать. В том плане, что, конечно, понятно, что мы по этому году потеряем определенные объемы. У меня нет в этом, конечно, сомнений. И тут иллюзий нет. И видно начало года, когда из-за цен, кстати, во многом европейцы не могли просто потреблять российский газ, и сокращали его потребление. И в силу политических факторов, сейчас пока сложно сказать, сколько мы потеряем с точки зрения объемов поставок. Я абсолютно убежден, еще раз говорю, что основные наши клиенты, крупные немецкие, австрийские, итальянские, французские, они останутся. Но, опять же, когда мы говорим про потери физических объемов, не забывайте, что цена этого года, средняя цена, я думаю, что минимум в 2,5 раза будет дороже, чем в прошлом году, потому что рост именно газпромовских цен, он начался как раз ближе к концу года. То есть, в этом плане, мы с точки зрения объема выручки вообще можем легко 50% потерять, но мы 50%, конечно, даже и близко не потеряем. Ну, тем не менее, сейчас пока нас эта европейская газовая крусель пока не особо волнует, поскольку по отчетам «Газпрома» последние заявки европейских потребителей на российский газ растут, но, видимо, набирают побольше сейчас в хранилище. Ну, сейчас у кого действительно есть контракты, они берут газ в хранилище. Тем более, понимаете, я думаю, что многие компании все-таки закладываются на политический фактор. Почему? То есть, сами компании все прекрасно понимают. Они прекрасно понимают, что им не выжить без российского газа. Но над ними есть национальный регулятор, над национальным регулятором есть Европейская комиссия. А над Европейской комиссией Соединенные Штаты, которые обещают... Ну, в общем, абсолютно правильно. Абсолютно правильно. То есть, там пирамида политическая, она вполне понятна. И поэтому компания, она ведь тоже, вот видите, Европейская комиссия на прошлой неделе сделала довольно хитрое такое разъяснение. Она сказала, что новая российская схема нарушает санкции. Но если вы все-таки объясните нам, что вы сами рубли не покупаете, то схема не нарушает санкции. А потом, когда возник казус с Польшей и Болгарией, Европейская комиссия опять стала говорить, что нет, вы знаете, это шантаж, тут, в общем-то, по этой схеме нельзя работать. Не случайно целый ряд стран написал письмо в европейскую коллективную, с требованием прямо сказать. Не юлить, а прямо сказать. Позиция нарушает санкции это или не нарушает, потому что, ну что это за заявление? Так вроде нарушает, а так вроде не нарушает. Потому что у Европейской комиссии на самом деле тоже сложная ситуация. С одной стороны, кризис позволяет Европейской комиссии дополнительные полномочия себе забрать. И понятно, почему она его пригружает. Но с другой стороны, если действовать такими способами, слона посудной лавкой, то можно просто остаться без экономики. Тогда управлять будет нечем. То есть, с одной стороны, Брюсселе очень хочется поуправлять всей европейской экономикой, но с другой стороны, на развалинах-то тоже оказаться не хотелось бы. И вот отсюда такая, как бы, скользкая политика. И европейцы, конечно, я имею в виду, национальные правительства, регуляторы требуют определенности. Говорят, ребята, хватит нам и юлить, хватит нам создавать возможности, нам потом штрафы задним числом выписать, сказав о том, что мы вот выписали в первом пункте, что это может нарушить. Давайте, говорите прямо, собственно, объясняя Брюсселю, конечно, что он, в общем-то, понимает и сам, что без газа не пойдет. Еврокомиссия сейчас не хочет, я так понимаю, брать на себя вот такую ответственность. Прямо сказать, это можно покупать, либо нельзя покупать. Интервью Продолжаем эфир. В студии Павел Анисимов с нами на связи гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансового университета при правительстве России, Константин Симонов. Константин Васильевич, еще раз вас приветствую. Еще раз здравствуйте. Да, ну, вы проговорили, как бы, раскрыли, да, главную интригу, что Еврокомиссии надо бы определиться, как работать в новых условиях, в новой системе оплаты за поставленный российский газ. И вот сегодня пришло сообщение, что в понедельник министры по вопросам энергетики стран ЕС собираются на экстренную встречу для обсуждения поставок российского газа и оплаты топлива в рублях. Об этом заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва. То есть, наверное, уже в понедельник будет более-менее дано четкое указание, что, ребята, либо мы все прекращаем платить по новой схеме, но тогда, как понятно, да, газовый коллапс, либо, вот на ваше усмотрение, мы глаза на все закроем. Ну, да, кстати, интересно, как ее еще не уволили за такую фамилию. Но, на самом деле, в этой новости много интересного. Но, на самом деле, сразу скажу, что там вот ждать, что 2 мая будет какое-то решение не стоит, потому что это просто встреча министров, национальных регуляторов. И там, скорее всего, будет такой небольшой раскол, когда рационально мыслящие государства будут разводить руками и говорить, ну, конечно, мы против российского газа, но что нам делать? У нас нет возможности от него отказаться. Но будут вот такие министры, как госпожа Москва, которые будут говорить, вот сейчас для нас момент истины, мы должны замерзнуть, разрушить нашу экономику, но мы не должны сдаваться. Вот мы должны отказаться от российского газа, при том, что, как мы видим, Польша сама заявляет, потому что от российского газа отказывается, тем не менее этого на самом деле не делает и продолжает российский газ закупать, называя его немецким. Так что здесь еще от момента истины мы далеки, но, знаете, меня больше всего порадовало, что эта встреча экстренная. Вот смотрите, указ Путина вышел 31 марта, прошел месяц. Такое ощущение, что европейцы, мне кажется, думают, что это какая-то шутка, или Путин пошутил, и указ потом скажет, что это, ну, тем более, ты, видите, может, подумали, что он 1 апреля вышел. То есть, ну, какое-то странное ощущение. То есть, прошел месяц, вот сейчас возникла ситуация с Польшей, которая из Болгарии, которая была абсолютно предсказуема. Польша, между прочим, уже года два заявляет, что она не будет продлять контракт, что российский газ ей не нужен. Теперь она опять изображает из себя какую-то оскорбленную невинность. Но, а в чем экстренная ситуация? Давно уже могли собраться и все вопросы обсудить. Нет, то есть, понимаете, это вот и попытка изобразить эту историю, как вероломную игру России, и даже вот сам формат экстренной заседания предполагает, что там обязательно скажут, мы не знали этого, чего бы не знали. Схема, миллион раз уже обсуждали, абсолютно комфортно для покупателя. Россия не ставила никаких ультиматумов. Россия объяснила, что она не может сейчас держать валютную выручку на счетах Центрального банка, потому что замечательные европейцы просто взяли и арестовали эти счета, которые выступают за контрактное право и цивилизованное предпринимательство. Поэтому схема максимально комфортна. Заходит евро на один счет в Газпромбанке, Газпромбанк сам покупает рубли на бирже, переводит их на транзитный счет, дальше они попадают на счет Газпрома. Все. Чего тут гордить? Огород, она технически абсолютно простая. Нужно просто взять, считайте, открыть. Это все делается достаточно быстро. Но вместо этого создается вот эта истерия на тему «против нас ультиматум», «Димаш», экстренная встреча министров, которые месяц уже могли бы встретиться, договориться. Нет, они специально ждут этого момента. Прекрасно зная, когда там срок оплаты идет у Польши. Они все это прекрасно знали. Когда произойдет отключение, все это было прекрасно известно. А теперь все изображают вероломность, удивление, изумление. Вот будет встреча. Но в реальности все равно можно, конечно, встречаться, кричать, писать в газеты. Но реальность такова, еще раз повторю, что физически сейчас в моменте Европейский Союз отказаться от российского газа не может. Мы не то, что этим, опять же, бравируем или говорим «Вот, смотрите, вы должны перед нами унизиться, чтобы получить нас в газ». Нет, мы-то как раз говорим о том, что давайте нормальные отношения здесь сохраним, более-менее цивилизованные. Но европейцы сами из этого какую-то клоунаду устраивают. Но мы и для себя тем самым обозначили, что мы не хотим рисковать теми деньгами. Уже украдены многие объемы денег, и газ украден, которыми этими деньгами расплачивалась Европа. Вот абсолютно четкая, как вы сказали, схема валюта заходит на Газпромбанк. Дальше вот по конвертации этими рублями расплачиваются с Газпром. Ну, тут, в принципе, я думаю, что да, всем понятно, чьи уши торчат из сырьевого кризиса в Европе, поскольку зачинателем, естественно, всех инициатив санкционных были Соединенные Штаты. И в том числе обещание его завалить там с жиженым газом Европу. И даже там пару недель назад, по-моему, целый караван вшел. 76, то ли 77 газовозов цепочкой пришли. Цены на спотовом рынке немножко припали, но сегодня снова вот сейчас выше тысячи долларов за тысячу кубометров. Ну и США по нефти сейчас вообще просто в самой, наверное, я думаю, выгодном положении, поскольку у них и на рынке цена такая приемлемая для них, и добывают они почти 11 миллионов баррелей в сутки, что много, да, для сравнения, там, в 2008 году, когда нефть подходила к 150 долларов за баррель, в США добывали всего 5 миллионов баррелей. Ну, то есть США себя полностью обеспечат, будут продавать излишки, в том числе в Европу. Да, понятно, для американской экономики дорогое сырье – это негатив, но, тем не менее, это вовсе не те издержки, которые сейчас несет Европа и будет нести, и думают не только по газу, но и по нефти. Все громче разговоров, а давайте еще и от нефти откажемся. Вы абсолютно правильную тему подняли, и на самом деле, я бы, знаете, что еще хотел сказать? Вот важный сюжет, потому что мне очень часто задают вопрос, почему Россия сама не отключит европейцам газ, если мы находимся в состоянии экономической войны. Я много аргументов привожу, и это не только вопрос денег, которые нам вообще-то нужны сейчас, но на самом деле очень важный тезис заключается в том, что вот мы с Европой торгуем газом западной с 68-го года, когда 1 сентября 68-го года состоялись первые поставки в Австрию. Вот все эти 50 с лишним лет Соединенные Штаты делали все, чтобы это сотрудничество разрушить. Поэтому если мы сами перекроем вентиль, это будет исполнением вот этой 50-летней мечты Соединенных Штатов. То есть мы просто сыграем по их правилам, потому что все эти 50 лет они и санкции вводили, и газопроводы Ренгой-Памары-Ужгат пытались остановить, и на европейцев давили. То есть все, и сейчас вся эта история, вы же видите, что они делают. Как они используют уже Польшу, как они используют Болгарию. Еще-то, кстати, я уверен, что они еще будут Болгарию склонять к воровству газа из Балканского потока, чтобы подставить Сербию и Венгрию и создать там еще этот конфликт. Это может вполне произойти этой зимой. Но если мы сами перекроем поставки в Европу, еще раз говорю, это то, о чем Соединенные Штаты все это время мечтали. Что касается их отношения к европейцам, оно предельно цинично и утилитарное. Когда мы думаем там, вы что думаете, что им будет жалко, что ли, заперзающих европейцев? Да, они плевать на это хотели. И, кстати, Байден, когда он приезжал недавно в Европу, он часто назвал цифру того дополнительного объема газа, который Соединенные Штаты готовы дать европейцам в этом году. 15 миллиардов, он здесь совершенно не лукавил, а ему же 150. Поэтому они с одной стороны говорят, да вы не волнуйтесь, мы вам поможем. А когда доходит до реальности, ну они говорят, ну вот что смогли, сделали. Зато это более правильный, свободный и демократический газ. И в этом плане американцы всегда свои интересы преследуют, втравливая европейцев в различные авантюры. Собственно, все эти идеи с моделью рынка, американская идея была, все эти обещания, вы не волнуйтесь, вы диверсифицируетесь, газ мы водой днем, вся их история. А говоря о нефти, кстати, ну опять же, Соединенные Штаты, вы абсолютно правильно сказали, что с точки зрения энергетической уязвимости, Соединенные Штаты в этом плане гораздо более подготовлены, безусловно, гораздо более подготовлены, нежели Европейский Союз по газу. Они крупнейшие в мире производители газа и экспортеры, как мы знаем, довольно крупные. С нами пока им еще сложно конкурируют, но они это пытаются сделать. И, кстати, между прочим, тоже интересны детали, о которой у нас как-то не говорят. Вот когда у нас уже 10 с лишним лет, многие экономисты нам говорят про то, как стыдно добывать углеводороды, что цивилизованные страны углеводороды уже не добывают, что это только дикари типа нас, нефть добывают, газ, что все нормальные страны уже занимаются исключительно какой-то экономикой постмодерна. Соединенные Штаты спокойно себе за последние годы, они более чем удвоили свою национальную добычу нефти. Они по нефти догнали нас фактически, по газу давно обогнали нас по добыче. И ничего, вы знаете, это их не смущает. И даже зеленая повестка их как-то пока не особо останавливает. Посмотрим, что будет дальше. И вот в этом плане по нефти у них ситуация, конечно, поинтереснее. Они являются и экспортерами, и импортерами, но у них под боком Канада, у них под боком Мексика. Там есть определенные сложности, связанные с тем, что... Ну, просто со структурой американской нефтепереработки, которая заинтересована в том, чтобы получать дополнительную прибыль, а дополнительную прибыль дает переработка тяжелых сортов нефти. Почему, собственно, американская НПЗ любит тяжелую нефть? Вот там же тоже парадоксальная ситуация, ведь легкая нефть, она более качественная, но сланцевая легкая нефть отправляется в Соединенными Штатами как раз на экспорт. А перерабатывают они и импортируют. Почему они наш Мазут-100? Да, Мазут-100. Именно потому, что корзина выхода позволяет НПЗ получить дополнительную прибыль. В этом плане то, что с 22 апреля введено в действие эмбарго на российские нефтепродукты и нефть в Соединенных Штатах, да, она привела к тому, что определенные проблемы американская нефтепереработка испытывает. Да, тоже известный факт, что в Соединенных Штатах растут цены на внутреннем рынке, на бензин, на топливо. Это очень неприятно и для избирателей американских, и, видимо, скажется на результатах промежуточных выборах в Конгресс. Кстати, я должен сказать, что и природный газ, рекордно дорогой, за последние 15 лет на Хенри Хаби, на американском Хаби, сейчас цена почти 7 долларов за МБТУ, но это не 32-33 доллара, как в Европе. То есть в этом плане, да, Соединенные Штаты тоже испытывают сложности, но их сложности, они, конечно, абсолютно неспоставимы с теми последствиями, в которые они втянули европейцев. И еще раз говорю, даже дело не в том, что сейчас, вот в последние два месяца происходит все это, все это началось еще в прошлом году, и стало понятно, что те блестящие идеи, которые они европейцам предложили, они не работают. Но они-то свои задачи решают, они действительно европейцев отрубают от России, подсаживают на свои подставки, пусть они сейчас недостаточны, но, опять же, слабеющая европейская экономика, это тоже конкурент. Политические Европы еще сильнее зависят от Соединенных Штатов. То есть Соединенные Штаты, они блестяще решают экономические задачи, политические задачи. А то, что они решают их за счет Европы, вообще-то Европа должна эти вопросы задавать. Там должны появляться люди, которые просто на калькуляторах должны рассчитывать эти убытки, но пока их там жестко трамбуют и говорят, что они там, что сейчас еще вот эта идея, что не время сейчас считать на калькуляторах, пусть мы все там замерзнем, но мы должны Россию наказать, но она ведет, конечно, к уничтожению европейской экономики. Ну, в первую очередь, немецкая. Они в эту игру продолжают играть, ну, как бы, мышки плакали, но продолжали есть кактус. Сколько это будет продолжаться, ну, посмотрим. Да, пока кактусы не закончатся. Вы отметили, да, что для нас, объясняя, почему мы вот одним движением руки не перекроем вентилей газовой и нефтяной в Европе, сказали, что это в том числе вопрос денег. И глава Минфина Антон Силанов сказал, что в этом году прогноз дал, в этом году добыча у нас по нефти может снизиться на 17%, Газпром прогнозирует снижение газа добычи на 4%, но вы сказали, что если будет там проседание по деньгам, то не так критично. Но все больше разговоров, что там 107-й, 8-й, 10-й пакет антироссийских санкций в конце концов будет включать и нефтяные санкции, то есть нефтяной эмбарго, по сути, то, что уже применяют Соединенные Штаты. Якобы это может лишить Россию всех нефтяных доходов, все показывают на санкцион опыт Ирана, Венесуэлы, мол, они там вот еле-еле выживают. С другой стороны, сегодня посмотрел достаточно много позитивных новостей. Три крупнейших индийских нефтеперерабатывающих компаний готовы начать переговоры об увеличении поставок, то есть альтернативы, я так понимаю, в любом случае у нас будет, либо так закрутят гайки, что индусы откажутся. Ситуация следующая. Есть глобальный рынок нефти. Опять же, мы понимаем, что каждый НПЗ заточен на определенные сорта нефти, и надо еще найти, если вы Россию хотите убрать с европейского рынка, надо еще найти близкую по составу нефть. Ну хорошо, давайте эти детали как бы опустим, времени мало, на коленке проведем анализ. Есть глобальный рынок нефти, чтобы убрать такого игрока, как Россия, а Россия, извините, это не Венесуэла и не Иран, при всем выражении к этим нефтедобывающим странам. Наш масштаб на этом рынке настолько заметен, что нас просто взять ластиком, стереть не получается. А дальше, собственно, уже второй месяц ведутся вот эти гениальные расчеты. Типа, а как же русских-то убрать? Давайте, значит, считать, чтобы убрать русских, надо, значит, кем-то этот рынок заполнить, если вы не хотите опять скатиться в самоограничение по потреблению. А вот дальше начинаются эти подсчеты, которые пока, собственно, ни к чему, как бы, меня ему не приводят. Ну, начали там с Венесуэлы. О, а Венесуэла там легко может чуть ли там не удвоить добычу. Венесуэла, конечно, говорит, да-да-да, давайте, снимайте со санкций, мы удвоим. Она там в развальном состоянии находится в отрасли, никто почему-то это в расчет не берет. Дальше говорят, завтра снимут санкции с Ирана. Кстати, обратите внимание, я уже прогнозы читал, что действительно их давно уже должны были месяца полтора снять, но почему-то и так не сняли. То есть тоже здесь тоже что-то не складывается. Вот, дальше, соответственно, самое интригующее, два интригующих момента, это, собственно, персидские монархи и сами Соединенные Штаты. Ну, потому что, на самом деле, тоже хорошо известно специалистам в отрасли, что есть всего несколько стран, которые могут в оперативном промежутке времени, то есть в коротком промежутке времени, действительно серьезные объемы нефти извлечь из своих недр. Ну, и самыми крупными резервными мощностями, там разные даются оценки, там споры ведутся, потому что саудиты стараются закрыть информацию геологическую, но действительно есть оценки, что саудиты, там еще разный разброс, там от полутора миллионов баррелей в сутки, там даже до трех-четырех называют цифры, но объемы у них эти есть, и они это, кстати, доказывали буквально весной 2020 года, когда у нас там был такой сложный сюжет с выходом из первой сделки ОПЕК+. Но, значит, Соединенные Штаты стали давить на саудитов, а саудиты не давятся. Они в этом плане сохраняют пока верность сделки ОПЕК+, хотя они могли бы нарастить эту добычу. Ну, во-первых, а зачем вам наращивать добычу, когда их на поле устраивают? Конечно, они говорят, отличные цены, давайте еще давите, еще цены будут выше. Но есть еще один момент политический. Саудиты вложили в американскую экономику 800 миллиардов долларов, потому что, ну, схема-то тоже, американцы же, они молодцы, они предлагают финансовую схему. Ребята, вы не добываете, а деньги вам зачем? А что с ними делать? Вкладывайте в американские банды, в гарантированный процент или в нашу, там, собственность какую-то, в активы. Саудиты думают, ну, отлично, вложили, вложили, смотрят. 800 миллиардов уже долларов вложили в американскую экономику. А теперь они смотрят, как поступают, например, с российской собственностью. Естественно, они думают, а что завтра будет? Причем примеры же вот были, как ситуация с убийством Хашоги, когда вдруг Соединенные Штаты говорят, а вы, оказывается, террористы? А вы, оказывается, там вообще, что у вас там творится? Ну, собственность, пока не арестовали, активы не арестовали, но завтра арестуют. И вы знаете, даже американская пресса писала, что король Соборос-Карави отказался, говорит, с американским президентом, и почитайте интервью, которое дает сейчас король Соборос-Карави, такой жесткой антиамериканской риторики. Саудиты не позволяли себе в последние 10 лет точно совершенно, при том, что Соединенные Штаты их считали партнерами. Дальше, собственно, ситуация с самими Соединенными Штатами возникает. Почему? Она тоже интересная. Байден вызывает нефтяника, вы говорите, давайте наращивайте добычу, нам нужно русских утеснить. А нефтяники ему в ответ, вы полтора года говорили о том, что инвестиции в нефтяные месторождения преступления, что современная Америка должна быть зеленой. Вы вернули Америку в Парижское соглашение, первыми своими решениями вы отменили строительство нефтепровода Кейслоун. Кстати, на этой неделе Байден опять отличился. Он запретил добычу на огромных территориях в Аляске, в том числе на шельфе моря Бофорта, эти разрешения, которые давал Трамп. Они как раз, понимаете, один и тот же человек говорит о том, что Соединенные Штаты должны нарастить добычу, и один и тот же человек берет и говорит, ой, а там это Трамп выдал разрешение, и все, я их отменяю, на Аляске добывать не будете. Значит, они говорят, а где мы будем добывать-то? Ну, где хотите, там и добывайте, но что вы, значит, к утру добычу нарастили, потому что нам надо русских вытеснять. И они, естественно, не втянете, задают вопрос, подождите, ну как вы так, как вы хотите, чтобы мы и добычу наращивали, при том, что вы нас обвиняете чуть ли не в том, что мы преступники, что мы не добываем, которая убивает в вашей логике планету. В вашей логике мы вообще должны все склажины залить цементом, да, и заняться витринными станциями. То есть, понимаете, то есть, сами Соединенные Штаты до конца вот все-таки в своей энергетической стратегии не могут разобраться, и в этом плане, то есть, действительно, Соединенные Штаты при таких ценах, на самом деле, могли, конечно, нарастить добычу гораздо более серьезными темпами, но нефтяные компании, особенно сланцевые, заставляли возвращать кредиты, опять же, по той же самой причине, что финансовый мир, он же, собственно, сейчас совершенно ориентирован как раз на зеленое финансирование, поэтому они раньше с удовольствием кредитовали и перекредитовывали сланцевиков, а теперь они говорят, нет, возвращайте нам кредиты. Ну, они возвращают, а как они говорят, как вы хотите, чтобы мы инвестировали сейчас в добычу и кредиты возвращали? Вы определитесь уже, но вы попробуйте и то, и то, и то, и то не получается, поэтому пока Соединенные Штаты серьезно нарастить добычу не могут, отсюда, вот, собственно, этот пассианс и возникает. Сейчас, правда, еще чуть-чуть помогает Китай в том плане, что там сокращение потребления из-за ковида и известных вот этих карантинов, вот, но с Индией, как вы сказали, история показательная, да, на нее давит, но она говорит, а что вы хотите? Ну, нам надо как-то из этой ситуации выкручиваться. Неизвестно, что дальше будет, цены растут, поэтому Индия берет всю российскую нефть сейчас, и Юрос, и Эспо, и Сокол берет легкие. То есть, в этом плане закупки, вот, хотя уже там были публикации, что все там Индию нагнули, прогнули, она отказалась. Там действительно был ряд отказов, но, собственно, ни в какую системную историю все это не привело. Поэтому, да, по-прежнему давление идет, и до эмбарго мы видим, что там ловят европейцев, хотя эмбарго нет сейчас, да, но, знаете, что там все идет активная такая компания по обструкции. Да, токсичная русская нефть, не берите ее. Да, 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 вот, например, все-таки, там прекрасная была история с компанией Shell, которая, помните, сначала купила российскую нефть с дисконтом в 30 долларов, тут же это все обнаружило агентство Bloomberg, заявило, что, значит, Shell берет кровавую нефть, значит, Shell тут же заявил, что всю прибыль отдаст там фонд Украины, и больше с российской нефтью работать не будет. Потом тот же Bloomberg обнаружил, что Shell смешивает дизель в латвийском Венспилсе, это прекрасно во всех смыслах, что Shell в Венспилсе именно занимается смешением, но опять, вот на этой неделе Shell заявил, что больше он ничего не смешивает. Ну, видимо, опять их поймали. Ну, поймают на чем-то. А на самом деле санкций-то нет, Shell никаких законов не нарушает, но, собственно, эта обструкция, она ведется. И все-таки несколько слов скажу насчет цифры, которые вы озвучили со ссылкой на Силуан. Вот тоже, кстати, интересный сюжет насчет 17% падения добычи. У нас просто чуть меньше минуты уже, Константин Васильевич. Ну, хорошо, может, просто, вы знаете, на самом деле эта цифра-то, опять же, опубликована была, она взята из прогноза Министерства эконом-развития, и там, кстати, цифра, она в вилке на 40 миллионов тонн, потому что там цифра названа, добыча упадет до 433 или до 475, там вилка 40 миллионов, это существенная вилка, но эту цифру, цифра каким-то интересным образом попала на странице информационного агентства Reuters. То есть, эконом-развитие почему-то эти данные не публикует, а агентство Reuters каким-то образом публикует. Ну, у них, видимо, свои выходы на наше правительство. Спасибо большое. Да, спасибо, Константин Васильевич, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, первый проректор финансового университета при правительстве России, Константин Симонов, был с нами на связи, обсуждали, что с рынком нефти и газа. Интервью.